Продолжение следует... В этом же составе медики спасали горожан в пик коронавируса. Тогда приходилось ночевать на работе. Неделями не видеть родных и близких. Евгения Дубровина – кардиолог с большим стажем. Врач рассказывает, за это время немногие научились ценить жизнь. Тогда это было очень печально. Это было очень тяжелое время. Не только для нас, для скорой помощи. Мы были и будем на передовой. Мы первые, кто с больными общаемся, собираем анамнез, жалобы, проводим диагностику, выставляем диагноз. И эту волну действительно мы все ощутили. Время пандемии основной удар пришелся на сотрудников скорой помощи. Медикам приходилось не только спасать, но и думать, где размещать больных. Мест катастрофически не хватало. Мне кажется, что все на себе ощутили, поняли, что это была первая волна. Многие потеряли своих близких, друзей. Если взять семьи, то в каждой семье произошло это горе. Я считаю, что сейчас пошла вторая волна, и мы не должны допустить повтор первой волны. Для этого что необходимо? Элементарно соблюдать. Элементарные методы предохранятся. Это ношение масок, ношение перчаток. Разные люди разной судьбы, но роднит их одно. У последней черты они встречают его. Врача-анестезиолога, реаниматолога. И это не громкие слова, это тяжелая повседневность бригад скорой медицинской помощи. Из окна кареты скорой мир видится в другом свете. Здесь у времени своя цена. Его нет ни на что лишнее. Главное успеть. Жудин Саидов, Амантай Ульбеков, Нургельдеса Дуакас. Информационная служба телекомпании ОТРР.